Добрый день, уважаемые коллеги! Мы продолжаем цикл лекций, посвященных заболеваниям сердечно-сосудистой системы, и сегодня мы поговорим о нарушениях ритма и проводимости по уже достаточно известному вам установленному сценарию. Дадим определение нарушениям ритма сердца, представим классификацию, эпидемиологические данные, расскажем о субстрате, который может лежать, который лежит в основе развития нарушений ритма, поговорим о клинике, диагностике и представим правила формулировки диагноза, и, безусловно, лечение и профилактика тоже будут освещены. Итак, определение. А ритмиями сердца называют нарушение частоты, ритмичности и или последовательности сердечных сокращений. Тахикардия – это учащенный ритм, брадикардия – урежение ритма, преждевременные сокращения экстрасистолы, а также дезорганизация ритмической деятельности наиболее ярким представителем которой является фибрилляция предсердия. Большинство ручьев аритмии являются симптомом заболевания сердечно-сосудистой системы, причем заболевания достаточно серьезного, и их наличие сопряжено с высоким летальным исходом или развитием очень серьезных осложнений, такие как кардиомболические и другие тромбоэмболические события и развитие сердечной недостаточности. Перед вами электрическая проводящая система сердца, и этот слайд очень показательный в плане того, что можно увидеть, как распространяется возбуждение по сердцу, где оно зарождается. Оно зарождается в синусовом узле, что-то с указочкой, которое находится в правом предсердии, между верхней полой вены и ушкой правом предсердия, и дальше возбуждение распространяется по предсердиям, при этом на электрокардиограмме прописывается зубец П-систого предсердия. Дальше импульсы от синусового узла, как я уже сказала, по миокарду предсердий, по проводящей системе предсердий, подходят к атриметрикулярному узлу, а дальше импульсы распространяются по пучку ГИСа. Если мы снова посмотрим на электрокардиограмму, то зубец К как раз, в общем-то, и описывает движение импульса по пучку ГИСа. Ниже пучка ГИСа проводящая система подразделяется на левую и правую ножки пучка ГИСа. Причем, если правая ножка, то есть мы уже переходим в миокард желудочков, прошу прощения, если правая ножка полностью обособлена, то левая ножка делится на переднюю и заднюю. Ну и, соответственно, вы видите на кардиограмме синий комплекс практически КРС, это систола желудочков. Ну а дальше эпизод, отрезок реполяризации, когда сердце готовится к новому сокращению, и потом снова формирование синусового зубца П. Вот таким образом идет формирование и распространение проведения возбуждения по сердцу. Исходя из этого, таким образом, как представлено на этом слайде, классифицируется нарушение ритма сердца, в зависимости от того, где они локализуются. Есть ли проблема в синусовом узле, то есть ли это брадиаритмия, проявляется она синусовой брадикардии или синдромом слабости синуса узла. Если это тахиаритмия, то синусовая тахикардия. Локализация в предсердии конвертируется в предсердные экстрасистолии, трепетание и фибрилляции предсердий, пароксизмальные наджелудочковые тахикардии, эктопические предсердные тахикардии и полиморфная или мультифокальная предсердная тахикардия. Если проблема локализуется в овою узле, и если это брадиаритмия, то она проявляется блокадой проведения. Замещающий узловый ритм может возникнуть на фоне этой блокады. Если это тахикардия, то это рецепроктный, а в это тахикардия. Слово рецепроктное означает, что тахикардия формируется по механизму рентри повторного входа. И наконец локализация в желудочках. Это может быть замещающий желудочковый ритм. Он еще называется изиовентрикулярным, если мы говорим о брадиаритмиях. А если о тахиаритмиях, то это может быть желудочковый экстрасистоле, желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков. И вот такая очень опасная тахикардия, которая называется торсадос де пуанс. Для клинициста, наверное, важнее настоящая классификация, которая представлена на этом слайде. То есть все нарушения ритма делятся на три неравнозначных категории. Жизнеопасные, которые сопровождаются серьезными нарушениями гемодинамики, которые возникают на фоне начинающегося или развернутого отека легких, на фоне гипотонии, ишемии миокарда или головного мозга. Это жизнеопасные ритмии. Существует так называемый класс прогностически неблагоприятных нарушений ритма сердца. К ним относятся бессимптомные или клинически выраженные желудочковые аритмии при наличии морфологических изменений миокарда, при ишемической болезни сердца, гипертрофии миокарда, при тяжелой сердечной недостаточности, либо при врожденных или приобретенных синдромах удлиненного интервала КУТЭ. Кроме того, к прогностически неблагоприятным нарушениям ритма относятся синдром Вольфа-Паркинсона Уайта и ряд других, которые увеличивают риск внезапной сердечной смерти. Сюда же можно отнести и прогностически неблагоприятные нарушения проводимости. Это далеко зашедшие АВ-блокады, АВ-блокады третьей степени, дистальные АВ-блокады и трехпучковые блокады. И еще один класс аритмии – это прогностически незначимые нарушения ритма, которые не являются опасными, но могут досаждать пациенту. Эпидемиологически. Здесь достаточно много информации на этом слайде представлено по распространенности как наджелудочковых, так и желудочковых тахиаритмии. Не буду зачитывать весь этот абзац, посвященный наджелудочковым тахикардии. Скажу только о наиболее серьезной наджелудочковой тахиаритмии, о фибрилляции предсердий, которая, к сожалению, очень распространяется достаточно серьезно на планете. И вот к 2030 году ожидается, что частота пациентов, у которых будет диагностирована фибрилляция предсердий, достигнет 14-17 миллионов пациентов. Это очень много. Ну и, в общем-то, предсказано, что каждый четвертый житель Европы или США имеет высокий риск возникновения фибрилляции предсердий в среднем возрасте. Если мы говорим о желудочковых тахиаритмиях, которые напрямую связаны с развитием внезапной сердечной смерти, то достаточно эту фразу увидеть. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире погибает 17 миллионов человек. Из них четверть становятся жертвами внезапной сердечной смерти. Это, конечно, очень серьезный показатель. На этом слайде представлен субстрат развития аритмий. Я уже говорила, чаще всего это ишемическая болезнь сердца. Вот посмотрите, какие красивые картинки. Нестабильная атеросклеротическая бляшка. Тромбоз. Вот посмотрите, какой протяженный тромб был обнаружен на секции у наших пациентов. Это данные вскрытия нашего стационара. И это все, конечно, является серьезным субстратом для развития тахиаритмии. Также инфаркт миокарда, рубец, постинфарктный кардиосклероз, гипертрофия миокарда левого желудочка, ишемическая кардиомиопатия, хроническая аневризма сердца. Все эти примеры говорят о том, что кардиомиоцита здорового уже в этих экспонатах нет. И рубец, некроз, измененный миокард, гипертрофированный миокард – это все субстрат для развития аритмий. Потому что в этих измененных тканях имеют место абсолютно другие электрофизиологические свойства тканей, которые, еще раз повторяю, могут явиться субстратом развития тяжелых аритмий. Ну а вот здесь представлены как раз механизмы развития этих аритмий при наличии вот таких субстратов. Итак, если мы говорим о брадеаритмиях, в основе лежат два механизма. Это нарушение образования импульса, снижение автоматизма, и здесь синусовая брадикардия – яркий пример этого. Нарушение проведения импульса, когда, в принципе, генерируется импульс нормально, но имеет место блокада проведения. И вот видите, здесь, в общем-то, представлены характеристики. Точнее, не характеристики, а субстраты, на фоне которого может возникнуть это блокадо проведения. Как правило, это ишемическое поражение, либо еще возможен прием различных препаратов. Ну и немножко режу в силу анатомических образований. Все это с точки зрения клинических проявлений конвертируется в АВ-блокады различной степени тяжести. Если говорить о механизмах развития тахиаритмии, то здесь их несколько. Нарушение образования импульса, но по аналогии с брадиаритмиями, только здесь будет усиление автоматизма синусового узла, которое конвертируется в синусовую тахикардию. Возможно, развитие эктопического очага аритмии, когда уже функции водителя ритма берет на себя не синусовый узел, а какой-то очаг миокарда, в частности, предсердие. И вот здесь вот пример, эктопическая предсердная тахикардия очаговая. Возможно, развитие нарушения тахиаритмии по механизму триггерной активности. Мы знаем о таких понятиях, как ранние и поздние постдеполяризации. И если мы говорим о ранних постдеполяризациях, по этому механизму наиболее часто развивается вот эта самая трагическая торсада с депуанс. Тахикардия типа пироэд, которая нередко сопровождается летальным исходом, заканчивается летальным исходом. Нарушение проведения импульса тоже лежит в основе развития тахиаритмии. Это повторный вход в возбуждение по механизму реэнтери. Для его реализации необходима односторонняя блокада проведения и замедление проведения импульса по другому участку проводящей системы, которая не заблокирована. Таким образом развиваются различные пароксизмальные рецепрогные наджелудочковые тахикардии, трепетание и фибрилляция предсердий и желудочковые тахикардии и фибрилляция желудочков. Конечно, для практического врача может быть это несколько сложная история, но когда мы видим пациента с нарушениями ритма сердца, мы должны ответить на 5 основных вопросов. Какой тип аритмии, какое нарушение ритма сердечных сокращений есть у нашего пациента. Далее, конечно, желательно понять, что лежит в основе его развития. Далее, причина. Какие условия или заболевания провоцируют возникновение аритмии. Конечно, мы должны оценить клиническую картину. Насколько серьезные клинические проявления имеют место быть у этой аритмии. Ну и, наконец, какое лечение показано данному пациенту. Но, по большому счету, каждый последующий вопрос вытекает из предыдущего. И знание механизмов возникновения аритмии, патогенеза, условий возникновения, насколько клинически они проявляются, конечно же, поможет нам правильно подобрать терапию этому пациенту. Если мы посмотрим на проявления клинической аритмии, то чаще всего это 7 основных признаков. Ну, тахикардия, брадикардия я уже говорила. Обмороки могут сопровождать аритмию, спутанность сознания, вегетативные реакции, в частности, профузное потоотделение, одышка, головокружение. Вот эти две последние опции менее, точнее, более травоядными по сравнению с обмороком. Ну что ж, давайте перейдем к наджелудочковым нарушениям ритма. Итак, что из себя представляют наджелудочковые аритмии? Это группа сердечных аритмий, которые могут различаться по этиологии, по патогенетическим механизмам возникновения, по клиническим проявлениям, конечно же, по электрокардиографическим данным и прогнозу. Но что их объединяет? То, что очаг аритмии, источник аритмии расположен выше разветвления пучка ГИСа, а именно либо в АВ-соединении, либо в миокарде предсердий, в устьях легочных полых вен или даже в клетках синусового узла. Конечно же, наджелудочковая аритмия, когда я говорила про эпидемиологию, не стала долго ее касаться, во многом доброкачественная аритмия, но тем не менее, когда перед нами пациент, и мы диагностировали у него именно наджелудочковые аритмии, мы должны понять, насколько эта аритмия влияет на качество жизни. То есть оценить его симптоматику во время аритмии, насколько часто и насколько продолжительны приступы, нужно ли пациента госпитализировать, то есть такая аритмия, которая сопровождается теми самыми клиническими признаками, о которых я говорила ранее, спутанность сознания, обмороки и так далее. Чувство тревоги при занятии определенными видами спорта и профессиональной деятельностью, это тоже влияет на качество жизни у больного с наджелудочками, тахиаритмиями. Опасение появления приступа во время вождения, это особенно важно, особенно для пациентов, которые работают в тех условиях, когда есть ответственность за жизнь других людей. Ну, речь идет, конечно, о водителе транспорта, о диспетчерах. И ощущение продолжительной усталости после окончания эпизода аритмии. Вот эти моменты мы обязательно должны учитывать. Ну и еще, и, наверное, самое главное, к сожалению, пароксизмальная наджелудочковая тахикардия может быть фатальной, если обмороки приводят к жизни угрожающей травме. Есть такое выражение у ритмологов, они говорят, что все обмороки, которые сопровождаются аритмиями, они имеют очень яркую характерную клиническую картину, больной падает как подкошенный. Кроме того, нередко трансформация таких, вроде бы на первый взгляд, не опасных наджелудочковых тахиаритмей, фибрилляцию желудочков, и это уже очень серьезно в плане прогноза. На фоне наджелудочковой тахиаритмии, такой как фибрилляция и трепетание предсердия, наиболее часто возникают тяжелые осложнения виба эмболических событий. Кроме того, тахиаритмии, даже наджелудочковые, могут вызывать острый отек легких, если у пациента они развиваются на фоне серьезных нарушений функции миокарда левого желудочка, как систолической, так и диастолической. И если это тахиаритмия, может быть провокацией и приводит к развитию ишемии миокарда, особенно если основой заболевания является ишемическая болезнь сердца. Диагностика наджелудочковых тахиаритмей, по большому счету, не сильно отличается от диагностики желудочковых тахиаритмей. Конечно, необходима регистрация ЭКГ в 12 отведениях. Чаще, часто достаточно прибегают к длительному электрокардиографическому мониторированию, не только 24 часа, но и 48 и 72. На сегодняшний день есть такая возможность. Имплантируют такие специальные девайсы, которые очень длительно, даже несколько месяцев, могут регистрировать пациенту кардиограмму. Электрокардиография с физической нагрузкой, такое тоже возможно. Электрофизиологическое исследование обязательно проводится, если больному планируется какое-то радикальное лечение аритмии, а не просто медикаментозная терапия, вагусные пробы, в частности, массаж каротидного синуса и фармакологические пробы, такие как пробы с виропамилом и аденозином для инициации аритмии. Ну, самое сложное, наверное, это диагностика тахиаритмии. Вот на этом слайде представлена диагностика тахиаритмии с узкими желудочковыми комплексами КРС. В связи с тем, что времени у меня не так много, я думаю, что она достаточно понятна, эта схема. И потом, когда вы будете, в общем-то, просматривать эту лекцию, вы обратите внимание на то, на чем построена, как построена диагностика тахиаритмии с узкими желудочками комплексами КРС. Все достаточно просто. Надо оценить регулярность комплекса КРС, и уже после этого у нас уже может быть диагноз. Либо, если, в общем-то, мы увидели комплексы регулярные, мы оцениваем, видны или не видны претердные комплексы, дальше оцениваем частоту претердных комплексов по отношению к частоте желудочковых комплексов, дальше оцениваем интервал РП и ПР, и у нас уже тогда будет диагноз. Конечно же, в рамках того времени, которое мне отведено, невозможно детально остановиться на каждой форме наджелудочковой тахиаритмии, поэтому я поговорю о самых значимых. И, конечно же, это трепетание и фибрилляция претердия. Трепетание претердия электрокардиографически перед вами картинка. Характеризуется быстрым регулярным сокращением претердий с очень высокой частотой, 240-350 ударов в минуту, отсутствует изоления, есть только вот так называемые зубцы П, которые называются претердными волнами. Ну и вот, в общем-то, здесь представлено типичное трепетание, это определенная картинка зубцов П в нижних отведениях, они имеют начальную отрицательную часть, последующую положительным, и положительными они бывают в отведении В1 и В2. Есть В, типичное трепетание с типичными четко видимыми пилообразными волнами, но здесь высокая степень АВ-блокады, то есть не каждое сокращение претердий конвертируется, заканчивается сокращением желудочков. Это практически невозможно, в АВ-узле существует точка Венкебаха, которая будет тормозить частоту сокращения претердий, потому что если бы каждое претердное сокращение с такой частотой передавалось на желудочки, мы бы имели что? Фибрилляцию желудочков. Ну и, наконец, В – это своеобразное, такое крайне каудальное трепетание претердий. Вот это слово, конечно же, в этой характеристике, этой кардиограммы появилось после электрофизиологического исследования с движением импульса по часовой стрелке с положительными F-волнами в нижних отведениях. Трепетание претердий, просто я больше не буду о нем говорить, достаточно хорошо поддается лечению радикальному с помощью радиочастотной катетерной деструкции. А вот фибрилляция претердий – это наиболее распространенная наджелудочковая тахиаритмия. Посмотрите, от 1 до 2% в общей популяции она встречается, и распространенность по экспоненте увеличивается с возрастом. Чем старше пациент, тем чаще у него диагностируется в этой возрастной когорте, в старшей диагностируется фибрилляция претердий. Ну, посмотрите, старше 20 лет всего 3% от общей популяции, от этой, а до 15% в возрасте 80 лет. И за последние 20 лет заболеваемость увеличивалась на 15%. Ну, когда я рассказывала про эпидемиологию, я вам об этом говорила. Очень легко диагностировать фибрилляцию претердия. Эту аритмию называют нерегулярная нерегулярность. Отсутствуют зубцы П, нет систолы претердия, нет сокращения претердия, есть только хаотическое такое мерцание. Отсюда и первое название фибрилляции претердий – мерцательная аритмия. Претердия мерцают, но систолы претердий нет. И, соответственно, когда будет сокращение желудочков, в общем-то, как Бог на душу положит, разница расстояния РР здесь тоже имеет место быть, поэтому, еще раз повторяю, ее очень легко диагностировать, ассоциировать фибрилляцию претердия – это нерегулярная нерегулярность. Фибрилляция претердия ассоциирована с очень плохим прогнозом и ухудшением качества жизни. Посмотрите, смерть, повышение смертности, особенно внезапная сердечная недостаточность и инсульт. 20-30% всех случаев ишемического инсульта имеют кардиомболическую природу вследствие фибрилляции претердия. И растет число пациентов с инсультом и латентной пароксизмальной фибрилляцией претердия. Когда я говорила о том, какие в нашем арсенале есть методы диагностики нарушенных желудочковых тахиаритмий, я говорила о том, что, возможно, длительная регистрация электрокардиограммы у пациента с помощью специальных девайсов, устройств, вот как раз для того, чтобы диагностировать вот эту латентную фибрилляцию претердия, чтобы ее поймать. Это очень важно, потому что, если мы диагностируем у пациента пароксизмальную фибрилляцию претердия, у него был инсульт, мы по-другому построим терапию этому больному. Ну и качество жизни. Вот это важная тоже опция. Это качество жизни, оно у пациентов с фибрилляцией претердий независимо от наличия других сердечно-сосудистых состояний нарушено априори. Это очень важно понимать. Субстрат для развития фибрилляции претердия, ну вот посмотрите, пожалуйста, вот здесь синусовый ритм, достаточно большое вот в этом экспонате количество кардиомиоцитов, они все прокрашены красненьким. И обратите внимание на вот эту картинку, которая, в общем-то, выделена у пациента, страдавшего фибрилляцией претердий. Обратите внимание, какие большие зоны фиброза. Это вот как раз те самые зоны фиброза в претердиях, которые являются субстратом развития фибрилляции по механизму риэнтерия. Совсем недавно, ну сколько, две недели прошло как, европейские эксперты обновили рекомендации по ведению пациентов с фибрилляцией претердия. И вот я хочу несколько слов об этом сказать. Ну, если коротко, по большому счету, мало что изменилось. Но зато теперь у врачей есть, в общем-то, стратегия ведения пациентов, которая, в общем-то, представлена вот этими пятью буквами. CC to ABC. Что это значит? Это значит, что обязательно, прежде чем пациента с фибрилляцией претердия начинать лечить, надо у него эту фибрилляцию все-таки увидеть, задокументировать, confirm atrial fibrillation с помощью 12-канальной электрокардиографии. Обязательно. Дальше у пациента нужно оценить, в общем-то, сопутствующую, что называется, симптоматику, ситуацию. Вот эти самые 4С. Оценить риск инсульта по хорошо уже всем известной шкале ЧАЦ-2-ВАСК. Оценить, насколько симптомна эта фибрилляция претердий по известной классификации европейского общества аритмологов совместно с европейскими, совместно которая, в общем-то, классификация с европейским кардиологическим обществом. Обязательно нужно оценить длительность фибрилляции претердий. То есть ее тип, она пароксизмальная, перманентная, персистирующая. Ну и оценить, конечно, фон, на котором развелась фибрилляция претердий, то есть оценить коморбидность. И после того, как мы все это сделали, мы переходим уже к аббревиатуре ABC. A – это адекватная антикоагулянтная терапия, должна быть пациенту назначена для предотвращения инсульта. Видите, здесь A, что называется, взято из заглавных букв двух опций – антикоагуляция и avoid stroke, профилактика инсульта, предотвращение, прошу прощения, инсульта. B – это контроль симптомов. Лучше, better symptom control. То есть лучше контролировать симптоматику. Ну и C – это, конечно, контроль, то есть симптоматику. В B – это контроль за частотой ритма, либо мы будем пациенту восстанавливать синусовый ритм. И, наконец, C – это лечение заболевания фонового, контроль коморбидных состояний, которые, в общем-то, сопутствующими являются у пациента с фибрилляцией, и контроль факторов риска, который у этого пациента тоже есть. Не буду долго останавливаться на этом слайде, но если коротко говорить о дифференциальной диагностике по ЭКГ и фибрилляции претерди, то это, еще раз повторяю, та ритмия, у которой отсутствует изолиния. Если мы посмотрим на электрокардиограммы, в которых прописывается претердная тахикардия, то вы всегда увидите изолинию, всегда можете увидеть зубец П. Он будет не синусовой характеристики, но это все равно будет зубец П. При наличии трепетания и фибрилляции претердия вы ровную изолинию не увидите никогда. Что касается классификации, она не изменилась с 2016 года, ну и, в общем-то, по оценке ведущих экспертов области фибрилляции претердий, считается, что чем дальше мы будем пытаться как-то по-новому классифицировать фибрилляцию претердий, тем больше мы будем запутываться. Но на сегодняшний день, тем не менее, остаются следующие варианты. Впервые диагностированная фибрилляция претердий, то есть это та фибрилляция претердия, про которую мы ранее не знали. Опять же, независимо от продолжительности аритмии и наличия тяжести симптомов. Далее, пароксизмальная фибрилляция претердий, это та, которая прекращается самостоятельно в течение двух суток в большинстве случаев, но некоторые пароксизмы могут продлиться и до 7 дней. И еще тут вот есть такая опция, то есть если эпизоды фибрилляции претердия с кардиоверсией и ритм восстановился до 7 дней, то это тоже следует отнести вот в этот вариант фибрилляции претердий. Дальше, персистирующая фибрилляция претердия, она продолжается более недели, включая эпизоды, которые купированы электрической или лекарственной кардиоверсией, но более 7 дней. И, наконец, длительно персистирующая, непрерывно рецидивирующая в течение более года, в отношении которой все равно решено подобрать стратегию контроля ритма, то есть восстановить правильный синусовый ритм. И, наконец, перманентная или постоянная, это та фибрилляция претердий, когда было принято совместно и пациентам, и врачам тактика не восстанавливать, в общем-то, контроль ритма, а, в общем-то, проводить мероприятия, направленные на контроль частоты желудочковых ответов, на частоту сердечных сокращений. Вот, собственно, шкала клинических проявлений фибрилляции претердий. Я говорила об этом в рамках рассказа о концепции СИСИТО и БИСИДО. Первый класс – отсутствие симптомов. Второй – это А и Б, когда ежедневная активность не нарушена симптомами, а Б – это то же самое, но пациент эти симптомы ощущает. Третий класс по ЕХРО – тяжелая, обычная ежедневная активность снижена вследствие симптомов. И четвертый – инвалидизирующая, когда на фоне этой аритмии, в частности фибрилляции претердия, обычная ежедневная активность невозможна. Ну а теперь я хочу представить кусочек из вебинара Аркадия Львовича Верткина с приглашенными экспертами, профессором Лопатиным Юрием Михайловичем и профессором Недогодой Сергеем Владимировичем, которые расскажут о своем видении пациентов с фибрилляцией претердий в амбулаторных условиях. И они будут ссылаться на отечественные рекомендации. На сегодняшний день мы пока располагаем только проектом, хотя, как вы видите по дате, он был представлен еще в 2019 году. По алгоритму диагностики, чтобы было понятно, как это представлено в наших рекомендациях. На что старше 65 лет в кратковременной записи, когда мы про это поговорили, мы понимаем значимость роль от русского мониторирования ЭКГ. Понятно, что клинический поиск наличия аритмии миогарда, но вот на что бы я обратил бы внимание. Наличие фибрилляции претердий всегда необходимо подтвердить с помощью электрокардиографии. Мне вот эта фраза нравится, потому что любой пациент, даже если заподозрена фибрилляция претердий, должен монстрировать данные электрокардиографии. И понятно, что потом это даже контролируют при выполнении лечения этого пациента. Обязательность проведения трансторакальной эхокардиографии как метода диагностики. И что еще не менее важное, что мне представляется не менее важным, это не только систематический скрининг электрокардиографии. Мы видим про старшую возрастную группу. Обратите внимание на вот эти вещи. Речь идет о том, что мы точно должны понимать, что у нашего пациента есть информация клинически развернутый анализ крови. Надо? Надо. Нам надо четко понимать состояние печени, состояние почек, в том числе и расчетную скорость колбочковой фильтрации. Ну и соответственно, появляется при проведении антикоагулянтной терапии необходимость определения МНО. Казалось бы, все понятно, но мы с вами прекрасно знаем, как выполняются подобного рода анализы, те барьеры, которые существуют перед нами. Давайте попробуем понять, кто узкий специалист, который поможет врачу-терапевту в дальнейшем введении пациента. Это тоже оказалось очень интересно, потому что фактически, когда мы, например, решаем вопрос о назначении антикоагулянтной терапии, посмотрите, сколько факторов надо решать. Если мы понимаем, что потенциально есть источники кровотечения, если есть злокачественное образование, если есть патология матки, наличие аневризма орды, других крупных сосудов, пусть, предположим, хронический геморрой, вот посмотрев на вот это обоснование, я понимаю, что любой потенциально наш коллега, другой специалист, может быть привлечен к оценке этого больного. Ну что же, вот немножечко остановлюсь на лечении фибрилляции предсердия, имеется в виду антиаритмической терапии, либо радикальной терапии по, так сказать, контролю за данной аритмией, в зависимости от типа фибрилляции предсердия. Очаговая фибрилляция предсердия, ну здесь, конечно, наиболее лучший вариант, на мой вкус, это катетерная изоляция ушка, устья легочных вен, прошу прощения, но возможное использование антиаритмической терапии, препаратах в 1-й Ц и 3-й класс. Фибрилляция предсердия вследствие структурного нарушения сердца, вот как раз на фоне тех проблем, о которых я говорила выше, когда вам показывала субстраты, морфологические развития аритмии, это наиболее частая, в общем-то, фибрилляция предсердия, которая чаще встречается у нас в клинической практике. Здесь возможно использовать бета-адреноблокаторы, пульс, урежающие антагонисты кальция, последние только при фракции выброса больше 40 и амиадарон. И еще два типа, послеоперационная фибрилляция предсердия. Здесь возможно использование второго класса антиаритмических препаратов, третьего и четвертого, опять же, последнего соговорка, если фракция выброса будет больше 40, а при устойчивых формах амиадарон. Кстати, вот в новых рекомендациях тоже есть небольшие изменения, касательные послеоперационной фибрилляции предсердия. Если фибрилляция предсердия возникла в ходе некардиохирургической операции, то оценка тромбоэмболического риска должна проводиться по общей схеме по шкале ЧАДС-2-ВАСК. А вот если все-таки фибрилляция предсердия возникла на фоне кардиохирургического вмешательства, то профилактика тромбоэмболического инсульта в данном случае здесь может быть рассмотрена, не должна быть рассмотрена, а может быть рассмотрена, если в дальнейшем у пациента не рецидивировала эта фибрилляция предсердия. То есть 2А-класс доказательной базы перекочевал в 2Б-класс. Ну и, наконец, фибрилляция предсердия у пациента с метральным стенозом или протезированными клапанами. Это тоже, в принципе, органика. И здесь также бета-блокаторы, пульс, урежащий антагонисты кальция при фракции выброса больше 40 и препараты 3-го класса. Что еще хочется сказать? Говоря о обновленных рекомендациях по фибрилляции предсердия 2020, вернулась шкала, по которой мы оценивали до 2016 года геморрагические риски. Шкала Хазблет. Но я не думаю, что ее кто-то успел забыть. Она вернулась для того, чтобы мы просто оценили формально степень выраженности геморрагического риска. И если по этой шкале пациент набирает 3 и более балла, то, конечно, этот риск высокий. Но, опять же, никакое количество баллов, набранное по шкале ЧАС-2-ВАСК, не является запретительным в плане использования антитромботической терапии. Мы открываем рекомендации 2016 года, вычленяем модифицируемые или потенциально модифицируемые факты риска кровотечения, и на них воздействуем так, чтобы снизить количество баллов геморрагического риска и назначить все-таки антитромботическое лечение. И еще очень важная оговорка, которая появилась в этих рекомендациях – регулярная переоценка тромбоэмболического и геморрагического риска. Перед нами пациент, например, с фибрилляцией претердия, но с низким тромбоэмболическим риском по шкале ЧАС-2-ВАСК. Это 0 у мужчины и 1 балл у женщины за счет женского пола. Так вот, проводить переоценку риска надо не позднее, чем через 4-6 месяцев после первичного обращения. Это очень важно. Это очень важно, нужно помнить. Шкала ЧАС-2-ВАСК, на ней долго останавливаться не буду, ее все хорошо знают. И, собственно, то, что многие уже знают, как подбирается антикоагулянтная терапия, в зависимости от того, сколько баллов по шкале ЧАС-2-ВАСК пациент набирает. 2 балла и более однозначные антикоагулянты. 1 балл, имеется в виду 1 балл у мужчины и 2 балла у женщины, рассматривается на значение антикоагулянтной терапии. И, соответственно, есть 2 момента. По-прежнему механические протезы клапана и метральный стеноз средней тяжелой степени. В качестве антикоагулянта здесь может использоваться только варфарин. По-прежнему, и, кстати, из новых рекомендаций 2020 года ушло слово ревматической этиологии метральный стеноз. То есть любая этиология средней тяжелой степени выраженности это все равно варфарин. В остальном случае имеется приоритет прямых пароральных антикоагулянтов над варфарином. Ну и еще есть одна опция. Когда пациент не переносит антикоагулянтную терапию, тогда ему рекомендовано проведение окклюзии ушка левого предсердия или прошить, что часто бывает, когда проводится операция на открытом сердце, либо поставить окклюдер более такой изощренный девайс. Ну и еще буквально полтора слова про антикоагулянтную поддержку. Если пациент по час-два-васк набирает 0 баллов, никакая антитромботическая терапия ему не проводится. Если 1 балл, переоценка, как я говорила, рисков через 4-6 месяцев. Ну а это, в общем-то, антикоагулянты, которые используются прямые пароральные в настоящее время. Срегистрированные у нас в стране это добегатран, ревороксабан и апексабан. Все они сравнивались с варфарином и между собой не сравнивались. Они в общем и целом похожи, но между ними есть и некоторые отличия. Единственное, что хочу сказать, если вы инициируете, то есть впервые назначаете антикоагулянтную терапию, вы должны отдать предпочтение прямым пароральным антикоагулянтам, а не варфарину, потому что они безопаснее последнего в плане развития риска внутричерепных кровотечений, ну и, в общем-то, геморрагических событий в той или иной степени тоже против варфарина. За исключением, повторюсь, пациентов, у которых есть метральный стеноз, умеренные тяжелые степени выраженности и механический протез клапана. Ну а это, собственно, окклюдеры, окклюдеры Watchman и Amplush, которые, в общем-то, могут окклюзировать ушко леопредсердия, то есть то место, где скапливаются тромбики, которые, в общем-то, и являются причиной кардиоэмболических инсультов и других тромбоэмболических осложнений. Еще одна наджелудочковая тахиаритмия, о которой бы я хотела поговорить, очень интересно, это синдром ВПВ, и, в общем-то, здесь представлены электрокардиографические признаки этого синдрома. Прочитать, правда, невозможно, не могу сказать, почему. Но давайте я помню это наизусть. Это укорочение интервала ПКУ, это наличие дельта-волны в восходящем колене комплекса КРС, и это расширение самого комплекса КРС. Вот основные электрокардиографические признаки синдрома ВПВ. Синдром ВПВ называется синдромом, когда он клинически проявляется. Если никаких клинических проявлений этого синдрома нет, эта ситуация называется феноменом, ЭКГ-феномен ВПВ. Какие же аритмии могут сопровождать синдром ВПВ? Это ортодромная рецепрокная тахикардия с узкими комплексами КРС, тогда, когда возбуждение от претердия к желудочкам распространяется по обычному пути через АВ-узел, а возвращается обратно через дополнительный путь. И антидромная рецепрокная тахикардия, когда на желудочке возбуждение из претердия распространяется по дополнительному пути. Комплекс широкий, потому что возбуждение быстрее достигает желудочков, чем по обычному пути, а возвращается по обычному пути через АВ-узел. Вот здесь представлены основные характеристики электрокардиографические, и в том числе отличия ортодромной от антидропной рецепрокной тахикардии при синдроме ВПВ. Наиболее опасная ритмия, которая сопровождает синдром ВПВ, это фибрилляция трепетания претердия. Это понятно почему, потому что частота сокращения претердия в этих случаях очень высокая, 350-400 в минуту, и самое неприятное, что вы уже, наверное, уловили, если уловили, что вот при наличии дополнительного пути проведения укорачивается время возбуждения желудочков, оно, в общем-то, очень быстро, возбуждение переходит на желудочки, и тогда наша фибрилляция трепетания претердия станет фибрилляцией трепетанием желудочков, и больной погибнет. Факторы риска внезапной смерти у пациентов с синдромом ВПВ. Это множественные дополнительные пути проведения от претердия желудочков, одновременное развитие фибрилляции претердия и авы рецепрокной тахикардии, короткий предвозбужденный интервал РР при фибрилляции претердия, аномалия Эпштейна, использование нескольких антиаритмических препаратов при лечении синдрома ВПВ, сопутствующие воспалительные заболевания миокарда и возраст пациента. В целом, подходы к ведению пациентов с авоузловыми рецепрокными тахикардиями, купирование пароксизма, если это нестабильная электрогемодинамика, это электроимпульсная терапия. Если перед нами узкий комплекс КОРС, мы начинаем с ваготропных приемов, но здесь чаще всего это проба Вальсальва и проба Мюллера, массаж каротидного синуса, надавливание на глазные яблоки. Эти опции не стоит использовать сейчас широко, потому что массаж каротидного синуса может вызвать диссекцию сосуда, особенно если есть какая-то проблема в сосудах, атеросклеротическая бляшка, например, недиагностированная. Ну а надавливание на глазные яблоки тоже, в общем-то, может привести к серьезным осложнениям со стороны глаза. Поэтому если не помогли ваготропные приемы, вводится аденозин, не помог аденозин, веропамил, дальше аммиадарон, и потом уже предсердная электрокардиосимуляция с высокой частотой. Если комплексы КОРС широкие, навокаиномид, аммиадарон, саталол, пропофенон или электроимпульсная терапия. Ну профилактика импульсов, она может быть как медикаментозной, так и, в общем-то, радикальной непосредственно радиочастотной, катетерная деструкция дополнительного пути проведения. Обратите внимание, эффективность этого метода 83-98%. И еще, врачу обязательно нужно знать, какие антиаритмики влияют на скорость проведения или увеличивают рефракторность в АВ-узле и в дополнительном пути. Это очень важно. Увеличивается, прошу прощения, замедляется скорость проведения, увеличивается рефракторность в АВ-узле. Это второй класс, четвертый, аденозин и сердечные гликозиды. Эти препараты, особенно сердечные гликозиды и верпамил, противопоказаны у больных с наличием синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта и другими дополнительными путями проведения, потому что они ускоряют проведение в дополнительном пути. Значит, замедляют скорость проведения в дополнительном пути первый класс препаратов и первый А-класс антиаритмических препаратов и замедляют скорость проведения и в АВ-узле, и в дополнительном пути это первый С и третий класс препаратов аммиадарон и саталол. Показания к радиочастотной катетерной деструкции при синдроме ВПВ. ИРЧА может вылечить большинство пациентов с синдромом ВПВ. Может быть единственным обоснованным методом. У пациентов с нечастыми эпизодами, либо если имеется рецидив или побочные эффекты на фоне применения антиаритмиков. Конечно, у молодых женщин, планирующих беременность. У людей с профессией или стилем жизни, которых сопряжена с риском для жизни других пациентов. И у пациентов с тяжелой симптоматикой или успешно реанимированной после остановки сердца. Ну и, наконец, третий класс аритмии. Это желудочковая тахиаритмия. Это относительно упорядоченная тахиаритмия с дискретностью комплекса КОРС. То есть комплексы КОРС могут быть различные по своей конфигурации. Могут быть однонаправленные, могут быть двунаправленные, разнонаправленные. Как правило, частота сердечных сокращений при желудочковых тахиаритмии колеблется от 100 до 300 в минуту. При высокой частоте более 200 комплексов КОРС бывает невозможно отличить от Т-волны. И этот тип желудочковой тахикардии является переходным от желудочковой тахикардии к фибрилляции желудочков и относится к трепетанию желудочков. А фибрилляция желудочков – это такая непонятная кривая, хаотичная тахиаритмия, где абсолютно невозможно вычленить комплекс КОРС. Для нас, для клиницистов, самое важное, гемодинамически стабильна ли эта желудочковая тахиаритмия, то есть, как чувствует себя пациент при развитии этой тахиаритмии, или гемодинамически нестабильна. И у пациента есть придоморочное состояние, либо он просто может внезапно умереть на фоне этой желудочковой тахиаритмии. Ну, посмотрите, пожалуйста, какое громадное количество заболеваний является субстратом для развития внезапной сердечной смерти у пациента, если у него на фоне этих заболеваний возникает желудочковая тахиаритмия. То есть, имя им – легион. Электрокардиографическая диагностика желудочковой тахиаритмии не всегда бывает легкой. Самое главное, какими характеристиками обладает желудочковая тахиаритмия – это наличие аводисоциации. Это, значит, независимое от сокращения желудочков, то есть, независимое от комплексов КРС, расположение зубца П. И еще две опции важные – это регистрация сливных или захваченных желудочных комплексов. Комплекс КРС, то есть желудочковый комплекс, как правило, расширен и деформирован. И КРС больше 0,14 секунды, как при блокаде правой ножки тип, и больше 0,16, как при блокаде левой ножки тип. Ну, а далее здесь представлены, в общем-то, количественные и качественные характеристики. Вот такой аритмии – блокада правой и блокада левой ножки тип. Для нас очень важно дифференцировать тахиаритмии с широкими комплексами и отнести их в желудочковую тахикардию, или есть такая ситуация, когда перед нами может быть наджелудочковая тахикардия, но с аберантным проведением. То есть наджелудочковая тахикардия – сопутствующие блокады или правой, или левой ножки пучка ГИСа. И вот это очень важная история. Если врач не до конца может отдифференцировать эти две опции, тахикардию с широкими комплексами нужно рассматривать как желудочковую. Итак, при желудочковой тахикардии связь между комплексами КРС и зубцами отсутствует, как я уже говорила, то есть АВ-диссоциация возникает. Ну и конкордантная – это значит однонаправленный комплекс КРС в грудных отведениях – В1-В6. Если перед нами наджелудочковая тахикардия, форма комплексов КРС такая же, как при синусовом ритме. Связь между комплексами КРС и зубцами П есть. И эту связь нужно искать в отведениях 2-3 АВФ. Зубцы П будут направлены вверх. Ну и вагусные приемы будут менять частоту желудочковых ответов, если это наджелудочковая тахикардия, и никак не влиять на пациента, если это тахикардия желудочковая. Ну и вот в рамках, так сказать, желудочковой тахикардии хочу вам показать картинку. Так выглядит вот та самая тахикардия пироэта, торсада де пуанс. Это, в общем-то, пляска точек, как угодно ее еще называют. Эта тахиаритмия связана с синдромом удлиненного интервала КУТЭ. И тоже посмотрите, пожалуйста, какое большое количество факторов риска имеет место быть у нас для возможного развития этой нередко фатальной тахикардии. Женский пол, и брадиаритмия, и удлиненный базовый интервал КУТЭ, и патологический интервал КУТЭ, который мог, в общем-то, появиться ядрогенно на фоне нашего медикаментозного лечения. Лобильность Т-волны, изменение морфологии зубца Т. Связано это, может быть, с электролитными нарушениями. Опять же, высокие дозы и концентрации препаратов. Не забываем, что сейчас мы живем в эпоху COVID, который нуждается в использовании ряда лекарственных препаратов, которые могут вызывать вот эту тахикардию. Эта тахикардия лечится достаточно серьезно в условиях непосредственно реанимационного отделения, потому что при ее развитии больной может погибнуть. Итак, в заключении, в общем, к чему сводятся основные тактические моменты при лечении пациента с нарушением ритма сердца? Конечно же, это лечение основного заболевания, то есть того заболевания, на фоне которого это тахикардия, тахиаритмия развивалась. Устранение способствующих факторов. Антиаритмические препараты. Электроимпульсная терапия. Ну, здесь, конечно, речь идет о ситуации здесь и сейчас. Она используется, если аритмия сопровождается гемодинамическими расстройствами, как я уже сказала. Конечно же, можно радикально в некоторых ситуациях вылечить пациента от тахиаритмии, провести деструкцию или абляцию, или изоляцию эктопического очага. Чаще всего хорошо подается деструкция от аритмии, которая развивается по механизму реэнтри. Имплантация пейсмейкера, кардиовертера-дефибриллятора, рессинхронизирующего устройства или хирургическими методами тоже, в общем-то, эту аритмию, то есть желудочковые тахиаритмии, очень неплохо поддаются коррекциям. Какие аритмии нуждаются в терапии? Аритмии сердца, которые протекают с нарушениями гемодинамики. Гемодинамически незначимые, но потенциально опасные. Вспоминаем классификацию, о которой я говорила в начале лекции. И самая неблагодарная, гемодинамически незначимая аритмия, которая ухудшает качество жизни больного. Сразу могу сказать, можно пациента так залечить, лучше бы мы его не лечили и не трогали. В нашем распоряжении есть вот такие антиаритмические препараты. Первый класс – это блокаторы натриевых каналов А, В и С. Наиболее часто используется именно первый и С класс препаратов. Второй класс – это блокаторы бета-адренорецепторов. Третий класс – это блокаторы, которые увеличивают продолжительность потенциал действия. Амеодорон, саталол наиболее часто используются. И четвертый класс – это блокаторы медленных кальциевых каналов, пульсурежающие антагонисты кальция, веропамил, дилтиазы. Показания. Первый класс – купирование самостоятельно или больным пароксизмальных тахиаритмий и профилактика клинически плохо переносимых аритмий у пациентов с благоприятным прогнозом, то есть у пациентов, у которых нет органической патологии сердца. Бета-адреноблокаторы. Но бета-адреноблокаторы прямого антиаритмического действия не оказывают, но зато оказывают мощный антифибрилляторный эффект. Поэтому посмотрите, пожалуйста, каким группам пациентов они назначаются. Это группа высокого риска внезапной сердечной смерти после инфаркта миокарда, особенно если мы диагностируем по холтеру большое количество желудочков экстрасистол. Особенно есть быстрая депрессия сегмента СТ на нагрузке, если мы этому пациенту дали нагрузку. И есть изменение геометрии сердца, в частности увеличен конечный диастолический объем. У пациентов с сердечно-недостаточной сосниженной фракцией выброса в сочетании с ингибитором АПФ, вершпироном, диуретиками, в общем-то, бета-блокаторы вполне используются. И это препараты выборы при синдроме удлиненного КУТе практически любой этиологии. Третий класс препаратов – это амиадарон, саталол, профилактика внезапной сердечной смерти, ИБС плюс желудочковая тахикардия, сердечная недостаточность плюс желудочковая тахикардия, гипертрофическая кардиомиопатия плюс желудочковая тахикардия, профилактика возникновения фибрилляции при тердии над желудочковой тахиаритмии, ишемической болезни сердца, синдром ВПВ и рефрактивность к другим антиаритмическим препаратам. В 2018 году европейские эксперты выпустили новые рекомендации поведения пациентов с обмороками. Посмотрите, как здесь лаконично представлена схема лечения этих пациентов. Если у пациента с обмороком обморок произошел на фоне суправентрикулярной тахикардии, первый класс – это радикально вылечить пациента, сделав радиочастотную катетерную деструкцию очага аритмии. Второй А-класс – это антиаритмические препараты. И то же самое, если это тахикардия желудочковая, тоже радиочастотная катетерная абляция, имплантация кардиовертер-дефибриллятора на первом месте и антиаритмическая терапия только на статусе 2А. Профилактика аритмий. Еще раз повторю, уже в который раз – это лечение основного заболевания, на фоне которого развилась эта аритмия. При пароксизмальной персистирующей или постоянных формах тахиаритмии нужна неопределенно долгая, а никакая не курсовая фармакотерапия. Исключение составляют так называемые острые тахиаритмии. Если у пациента есть уже измененная конфигурация миокарда левого желудочка, имеет место быть дисфункция миокарда левого желудочка, связанная либо с постинфарктным кардиосклерозом, сердечной недостаточностью, со сниженной фракцией выброса, противопоказаны препараты антиаритмики 1А и 1С класса, потому что они этих пациентов убьют. Кроме того, этот же класс препаратов и этот же класс противопоказан больным с острым коронарным синдромом при нестабильной стенокардии и инфаркте миокарда. По большому счету для лечения большинства аритмий должен использоваться амиадарон, но и в тех случаях, когда нет органического поражения сердца, препараты 1С класса. Возможна комбинация антиаритмических препаратов, немедикаментозное лечение, радиочастотная катетерная деструкция, имплантация кардиовертер-дефибриллятора, электрокардиостимуляция или хирургическое лечение показано при симптомных аритмиях, если нет эффекта от фармакотерапии. Ну и иногда немедикаментозному лечению отдается предпочтение при таких нечастых аритмиях, которые сопровождают синдром Бругада, синдром удлиненного интервала КУТЭ, при злокачественных желудочковых аритмиях, здесь поможет имплантация кардиовертер-дефибриллятора, а при АВ-узловых и АВ-рецепрокных тахикардиях радиочастотная катетерная деструкция. Ну и почти в заключении, показания к электрокардиостимуляции, синдром слабости синуса узла, как на фоне, так сказать, выраженной аритмии, так и без нее, конечно же, с симптоматикой, хроническая АВ-блокада третьей степени или второй, МОБИЦ-1 или 2 с симптоматикой, нейромышечные заболевания, например, миотическая мышечная дистрофия, синдром Кернса-Сейра, тоже сопровождающийся АВ-блокадой высоких градаций, и АВ-блокады в третьей и второй степени после катетерной абляции АВ-соединения. Такое случается, когда мы, например, лечим ту же фибрилляцию предсердий после хирургического вмешательства на клапанах, если не ожидается, что блокада разрешится. Перед вами примеры формулировки диагноза, но позвольте мне их в связи с достаточностью времени не зачитывать, с ними можно ознакомиться. Это так шифруется данная патология по МКБ-10. Здесь представлен лекарственный формуляр, в который вошли не только антиаритмические препараты, о которых я говорила, но и, конечно же, антитромботическая терапия, лепидмодифицирующая терапия и блокаторы ренина-ангиотензинальдостероновой системы. Два класса последних препаратов сейчас достаточно широко используются при лечении нарушений ритма сердца, особенно тех нарушений ритма сердца, которые развиваются на фоне серьезной органической патологии. Ну а это те клинические рекомендации, на базе которых и подготовлено данное сообщение. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...